Солнце, садящееся за горизонт, парусники на Волге и огни большого города. Новый театральный сезон Самарский театр оперы и балета открыл концертом на крыше модного городского пространства «Станкозавод». В лучах заката артисты исполнили номера из опер, оперет и балетов русских и зарубежных композиторов. 7 сентября по 2 октября в Самаре пройдет 4-й международный фестиваль искусств «Шостакович над временем», в котором примет участие и театр оперы и балета. Мы пригласили самые разные коллективы. Это будет многожанровый в этот раз фестиваль. Ну, конечно, основную его часть займет музыка и, конечно, произведения Дмитрия Дмитриевича. Здесь, в рамках этого фестиваля, наш замечательный театр приготовил нам сюрприз, премьеру. В новом сезоне зрителей ждет премьера балета на музыку Дмитрия Шостаковича «Барышня и хулиган», либретто которого написано по сценарию одноименного фильма. Главный герой «Хулиган» в исполнении Маяковского встречает на улице школьную учительницу и влюбляется. Он начинает посещать ее занятия, а однажды, защищая ее в драке, получает смертельную рану и умирает на глазах у возлюбленной. Это такая классика советского времени. Балет был очень популярен, он поставлен был в 962 году. Тем более, что в этом году юбилей Маяковского. Этот балет имеет непосредственное отношение, потому что он создан по киносценарию фильма, в котором играл сам Владимир Маяковский, который поставлен был в 918 году. В этом сезоне в октябре зрителей ждет премьера оперы Сергея Слонимского «Мастер Маргарита». Впервые опера была исполнена в 1972 году и сразу же оказалась под запретом. После она несколько раз исполнялась за рубежом. Только в 2012 году, спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре был исполнен первый акт из оперы в концертном варианте. В Самарском театре оперы и балета впервые опера «Мастер и Маргарита» будет представлена в полномасштабной постановке. Напомним, сотрудничество Самарского оперного театра с Сергеем Слонимским началось много лет назад. В 1999 году состоялась мировая премьера оперы «Видение» и Анны Грозного, которая собрала в Самаре музыкально-театральную элиту России. Спектакль транслировался на федеральном канале. Опера, несмотря на то, что называется камерная, она будет иметь довольно-таки большой размах и масштаб. Она будет представлена на большой сцене театра, и там вас будут ждать очень много сюрпризов. Опера очень необычным языком музыкальным написана, и, мне кажется, очень хорошее режиссерское решение придумал режиссер Юрий Александров, которого здесь тоже знают, хорошо и любят. В этом театральном сезоне артисты Самарского театра оперы и балета отправятся на гастроли. В ноябре балетная труппа побывает в Санкт-Петербурге, а в декабре состоятся гастроли в Минск, где на сцене Большого театра Республики Беларусь самарские артисты покажут оперу «Любовь к трем апельсинам» в рамках Рождественского форума. Это самый престижный оперный фестиваль в Беларуси. Виктория Шарая, Константин Головин, События.